Почему американцы не решились напасть на СССР? В обсуждении вопросов стратегии применения ядерного оружия время от времени проскакивает тезис о том, что США не решились напасть на СССР и развязать неограниченную ядерную войну только лишь потому, что СССР имел свое ядерное оружие и мог нанести свой удар, потому ядерное оружие сдерживало вероятную американскую агрессию. Этот тезис часто формулируется как своего рода истина, не требующая доказательств. Да и вообще, всяких работ и публикаций, где развивается тема ядерного сдерживания, просто не перечесть. Американская схема, позволяющая судить о планируемом размахе ядерной войны в Европе. Это ранняя версия, когда тактического ядерного оружия еще было немного. Я же считаю, что этот тезис не только ошибочен, но и базируется на гранитном фундаменте явно недостаточного знания военной истории после окончания Второй мировой войны. Из поля зрения сторонников этого тезиса о ядерном сдерживании совершенно выпадают ключевые обстоятельства, которые совершенно меняют все существо дела. Ядерный удар. Разновидность артподготовки. Начать нужно с того, что советское командование, которое в начале 1960-х годов разработало теорию ведения войны с применением ядерного оружия, вовсе не отводило ему абсолютно решающей роли и не собиралось пересматривать базовые представления о военном деле. Ядерное оружие предполагалось применять в рамках действия всех родов войск, строго согласованных между собой в форме стратегической операции. Или более конкретно. Стратегическая операция ядерной войны включала действия видов вооруженных сил, проводимые по единому замыслу, плану и под единым стратегическим руководством. Главным содержанием операции стали ядерные удары ракетных войск стратегического назначения. Военная стратегия, 1963, страница 95-я. При этом, поскольку ядерные удары не могли добиться полного уничтожения противника, предполагалось его добивать. Для окончательного разгрома уцелевших группировок противника предусматривалось проводить наступательные операции фронтов, воздушно-десантные операции, а на некоторых направлениях операции флотов и прифронтовых соединений войск ПВО страны, военная, стратегия, 1963, С-95. Полный разгром противника должен был достигаться тактическими ядерными ударами, после которых следовали действия полностью механизированных и высокомобильных общевойсковых соединений или частей. Вероятность тактического ядерного удара противника заставляла отказываться от сосредоточения сил, проводить рассредоточение и по фронту и в глубину. Действия рассредоточенных сил определялись нанесением тактических ядерных ударов, которые подавляли и частично уничтожали оборону противника, а общевойсковые соединения должны были немедленно направить свой удар на районы, уже пораженные ядерным ударом, быстро пройти зону ядерного взрыва и устремиться дальше в глубину построения противника. Характеризуя ядерные удары, советское командование подчеркивало возможность маневра огнем, то есть быстрого сосредоточения ядерных ударов по важным целям, переноса и рассредоточения при необходимости. Использование терминологии, пришедшей из артиллерии, а также общий характер применения ядерного оружия в войне, явно говорит о том, что советское командование воспринимало ракетно-ядерное оружие как разновидность артиллерии, только особо мощной и особо дальнобойной. Ракетно-ядерное оружие всех типов позволяло провести очень быструю, маршал Советского Союза ВД. Соколовский писал о 30 минутах нанесения ядерного удара, и масштабную артподготовку стратегического наступления, от поражения передовых сил противника до разрушения военно-хозяйственных объектов в его глубоком тылу, то есть на всю стратегическую глубину. Ядерная артподготовка потрясала и ослабляла противника, открывая возможность перед механизированными соединениями стремительного рывка, маневра и быстрого достижения полного разгрома сил противника. Эти взгляды были сформулированы в начале 1960-х годов, и от них не отказывались вплоть до начала 1990-х годов, когда в официальной военной стратегии появилась идея ядерного сдерживания. Советская доктрина ставила на сочетание ядерной артподготовки с мощным танковым наступлением. Наступление под ядерный грибок. Распространению ядерного сдерживания немало способствовало то, что у нас нет до сих пор послевоенной истории советской армии. Что это была за армия, какова была ее структура, какие у нее были стратегические и оперативные планы, к чему готовились и как собирались сокрушить противника. Военные историки охотно пишут историю войн, а советская армия после Второй мировой войны не участвовала в крупномасштабной войне, так что вроде бы и писать ни о чем. Всякого рода локальные конфликты и региональные войны, конечно, исследуются, хотя тоже далеко не все. Вот из этого невнимания исследуют ошибочные выводы. У советской армии был инструмент, который радикально менял стратегическую ситуацию в ее пользу. Это была группа советских войск в Германии, ГСВГ. В ней на начало 1980-х годов было 429 тысяч человек личного состава, 3600 орудий и минометов, 7900 танков, 831 самолет и 261 вертолетов. ГСВГ являлась самой крупной группой войск, полностью механизированной и моторизованной, оснащенной новейшей техникой и вооружениями, поддерживающей постоянную боевую готовность. Буквально несколько дней назад из печати вышла моя книга «Группа советских войск в Германии, 50 лет на грани ядерной войны», которую я подготовил по настоятельной просьбе ветеранов ГСВГ. В ней я поставил перед собой задачу выяснить, какую роль играла эта группа войск и почему мы должны ее помнить. Даже поверхностное исследование, по причине ограниченного времени на работу, показало ее теснейшую связь с планами ядерной войны и проведением стратегических наступательных операций. Все то, о чем писали советские маршалы по части стратегии ядерной войны, в первую очередь должна была выполнить именно ГСВГ. Воевать ей предстояло в условиях из-за дальнейшего применения ядерного оружия, которого в Европе было сосредоточено непредставимо много. НАТО имело около 6000 оперативно-тактических ядерных зарядов, вместе с ядерными снарядами, и 4,5 тысяч боеголовок на стратегических носителях, размещенных в Европе и прилегающих морях. Советский ядерный арсенал в Европе точно неизвестен, но есть сверения о том, что имелось 1,3 тысяч ядерных боеголовок тактических ракет и около 2000 ядерных боеприпасов другого типа, в том числе ядерных снарядов. По моим прикидкам, обе стороны могли произвести в ходе войны на территории Германии около 4000 ядерных взрывов, в зону сильных разрушений попало бы 11% территории страны. Больше половины сил с обеих сторон было бы, вероятно, уничтожено во время первой волны обмена ядерными ударами, но дальше вступал в действие такой фактор. Трудно найти хорошую фотографию развернувшегося для наступления танкового подразделения. Эта фотография с учений в ДНР дает некоторое представление о том, что такое танковое наступление в рассредоточенных порядках. Главное было в другом, противоатомная защита позволяла механизированным частям и соединениям наступать за ядерным огневым валом. То есть, ядерным снарядом или тактической ракетой наносятся удар по противнику, тогда как передовые танковые подразделения находятся примерно в километре от места удара. После прохождения ударной волны, они рвут вперед, под ядерный грибок, где противник уничтожен, деморализован и шокирован. Танки проходят зону ядерного взрыва, за ними БМП и самоходки, добивая все, что попилось на глаза, и развивают наступление дальше, вглубь территории противника. Все это делается очень быстро, в течение буквально 30-40 минут или менее. Ядерный блюцкрик – зрелище не для слабонервных. Самое интересное, что такой метод ведения наступления признавался даже в открытой печати. Только танки способны вслед за ядерными ударами через образовавшиеся бреши стремительно атаковать противника, уничтожить его сохранившиеся силы и средства, преодолеть зоны радиоактивного заражения и образовавшиеся завалы и в наиболее короткие сроки выйти на противоположную сторону района ядерных взрывов. Танки и танковые войска, 1980, С. 225. Учитывая то, что ядерными снарядами могли стрелять самоходки, это давало танковым соединениям колоссальную мощь. Скажем, в 10-й гвардейской танковой дивизии было 36 САУ-2С-3 Акация. Если в каждой из них было по одному снаряду 3 БВ-3 мощностью 2,5 КТ, то дивизия имела бы 36 снарядов общей мощностью 90 КТ. Отсюда и вывод, что даже без поддержки ракетчиков и авиации, в таком духе наступления под ядерный грибок, 10-я гвардейская танковая дивизия была вполне в состоянии пробить себе дорогу и добраться до Ла-Манша. Почему американцы не решились воевать? Потому и не решились, что у них не было адекватных средств противодействия танковым силам ГСВГ в условиях непредставимо жестокого ядерного побоища. К чему это вело? Американская стратегия ведения войны также предусматривала поддержку наступления наземных войск ядерными ударами, и для этого в Западной Европе США и НАТО держали свою крупную группировку войск. Но она занимала невыгодные позиции, поскольку позади нее был Атлантический океан, а стратегическая глубина ТВД была невелика, около 4500 километров в зависимости от направления. Советский танковый прорыв прижимал их к морю. Доставка подкрепления из США требовала времени на морские перевозки и на восстановление европейских портов после ядерных ударов для разгрузки войск, техники и грузов. СССР имел в переброске подкрепление преимущество, поскольку навести временные переправы вместо разрушенных мостов, восстановить по минимуму железные дороги и станции было проще и требовало меньше времени. Советская армия могла быстрее пополнять потрепанные части и наращивать силы ударов, чем НАТО. Американское командование все это тщательно проанализировало и пришло к выводу, что в случае войны советские войска могут захватить всю Западную Европу, вплоть до Гибралтара. В таком случае ядерная война заканчивалась патом. Коммунисты не могли окончательно свалить капиталистов, поскольку не могли перебросить свои войска через Атлантику, но и капиталисты тоже лишались возможности добить и свалить ослабленных массированным ядерным ударом коммунистов, поскольку их европейская группировка терпела поражение и НАТО лишалось важнейшего стратегического плацдарма на континенте. Вот и все. Начинать глобальную ядерную войну, которая в сложившихся условиях почти неизбежно завершалась патом, было с очевидностью бессмысленно для американского командования и политического руководства. Огромные жертвы, разрушения и ущерб. И что? Потому вариант войны был отвергнут. Американцы стали искать решение проблемы в сфере психологической войны и нашли его. Отсюда и вывод. Тезис о ядерном сдерживании и его чудодейственности основан в сущности на сильной недооценке, даже игнорировании реальной военной истории холодной войны, то есть этот тезис не верен с фактической стороны.